Добрый день. Сегодня мы рассмотрим первую лекцию из трех оставшихся, которая будет посвящена анализу выживаемости. Соответственно, на этой лекции мы поговорим про классические статистические модели анализа выживаемости, про применение. И, соответственно, рассмотрим библиотеку Lifelines, которая позволяет как раз-таки работать со всем инструментарием, который будет перечисляться сегодня. Итак, давайте начнем с того, что рассмотрим, что такое прогностические модели. Соответственно, прогностические модели дают нам вероятность наступления какого-либо события. Соответственно, примером может служить некоторая модель, которая предсказывает наступление того или иного заболевания для различных групп людей. Соответственно, наступление какого-либо события, то есть это не обязательно может быть заболевания. Это может быть что угодно. Будет предсказываться этой моделью в виде некого скора, который будет отображать риск наступления этого события. Соответственно, здесь на экране вы можете видеть некоторые примеры существующих прогностических моделей, которые используются в медицине. соответственно, это так называемые мелдскор и чатс васскор. Как видите, здесь в этих моделях есть некоторое количество факторов риска, которые с некоторым счетом дают нам итоговый риск скор, по которому мы сможем оценить, соответственно, вероятность развития заболевания. Что мы здесь видим? Мы видим то, что среди факторов риска присутствует возраст, пол, различные предшествующие заболевания. И, соответственно, для каждого такого фактора риска мы отвечаем на вопрос, по сути дела, да или нет. Соответственно, если мы отвечаем на вопрос да, то мы прибавляем к нашему итоговому скору слагаемое, которое записано во втором столбце. И, соответственно, так проходя по каждой строчке, мы набираем некоторую сумму, которую затем мы конвертируем в риски. Уже здесь на такой достаточно простой модели мы можем заметить то, что некоторые факторы, они вносят больший скор по сравнению с другими. То есть здесь, например, если мы посмотрим на возраст больше 75 лет, если мы отвечаем утвердительно на этот вопрос, то мы добавляем сразу же два очка. Если наш возраст составляет от 65 до 74 лет, мы добавляем одну очко. Соответственно, здесь факторы уже неравноценны. Если мы посмотрим на более сложную модель, мы можем видеть, что здесь вообще не целочисленные коэффициенты стоят перед показателями пациентов. Соответственно, модели в сложности никто не ограничивает. И, соответственно, перед тем, как говорить о том, как строить такие прогностические модели, давайте поговорим о том, как мы будем оценивать их генерализацию. Соответственно, мы будем оценивать наши модели с помощью так называемого индекса или по-другому конкордантности. И конкордантность – это такой способ оценить прогностическую модель, которая основывается на парных сравнениях объектов. Соответственно, для проведения такого сравнения мы классифицируем наши пары на конкордантные, дискордантные пары и случаи, когда у нас бывает ничья. Соответственно, давайте разберем, что такое конкордантная и дискордантная пара, а также разберем, какие пары называются допустимыми, а какие пары называются недопустимыми. Так, давайте посмотрим на такой пример. Соответственно, здесь в нашей таблице есть строчка, есть столбец, который называется stroke и столбец, который называется risk score. Соответственно, risk score – это предсказание, сделанное моделью о вероятности наступления инсульта. И, соответственно, в этой колонке у нас записано, произошел с пациентом инсульт или нет. Соответственно, что мы ожидаем от хорошей прогностической модели? Мы ожидаем от нее то, что для единичек, то есть для наступившего инсульта, фактор риска будет выше для пациентов по сравнению с теми, у которых инсульт не наступил. Соответственно, что мы видим здесь? Здесь мы видим, что действительно для вот этих вот двух единичек риск score достаточно высокий, для вот этих двух нулей риск score достаточно маленький. Однако есть у нас еще последнее наблюдение, когда для нуля, то есть для не наступившего события, наша модель предсказала большой фактор риска. И, соответственно, возвращаясь к конкордантным дискордантным парам, конкордантными парами мы будем называть те пары, собственно, которые поддаются нашей вот этой вот интуитивной логике, когда для объекта, для которого событие наступило, модель предсказывает риск score больший, чем для объекта, для которого событие не наступило. То есть, например, в нашем случае конкордантной парой будет являться пара АС. То есть в случае А событие наступило, и риск score у него, соответственно, больше, чем в случае С. Дискордантной парой называют противоположный случай, когда у нас для не наступившего события модель приписывает больший риск score по сравнению с объектом, для которого событие произошло. То есть здесь, например, дискордантных пар нет. Давайте убедимся, что тут так. Да, здесь дискордантных пар нет. Зато здесь есть так называемая ничья. Соответственно, что здесь является ничьей? Это пара объектов, у которых при равенстве риск score будет различаться метка, то есть как бы фактор наступления события, единица и нолик. И здесь такой вот ничьей является пара BE. Мы видим, что у них одинаковый риск score, но при этом в одном случае инсульт произошел, в другом нет. И, соответственно, как мы можем посчитать наш C-индекс? Мы считаем его следующим образом. Количество конкордантных пар. К нему прибавляем половину наших ничьих. И, соответственно, делим на количество допустимых пар. Допустимыми парами являются конкордантные пары, дискордантные пары и ничьи. Соответственно, все остальные случаи являются недопустимыми парами. Ну и давайте посчитаем, сколько же здесь у нас конкордантных пар, дискордантных пар и ничьих. К конкордантным парам у нас относятся AC, AD и AE, если мы будем смотреть по А. Также к ним относятся пары BC и BD. Получается 5 конкордантных пар. Ничья у нас одна. Это, соответственно, пара BE. И дискордантных пар у нас нет. Соответственно, количество допустимых пар у нас всего 6. И получается, что в этом случае мы делим 5,5 на 6. Получаем значение индекса конкордантости 0,91,6 в периоде. Итак, возвращаясь к прогностическим моделям. Соответственно, мы хотим строить некоторое обобщение прогностических моделей, которое будет отвечать на вопрос, какова вероятность наступления некоторого события через время T. То есть здесь есть некоторое обобщение прогностических моделей, которые отвечают на вопрос, какова вероятность наступления события через определенное время. Например, через год. Соответственно, для ответа на вот этот вопрос, какова вероятность наступления события X, мы вводим так называемую функцию выживания. Функция выживания – это будет функция распределения вероятности, где некая случайная величина T, которая является временем жизни индивида из некоторой генеральной совокупности. И, соответственно, мы смотрим на распределение такой вероятности, что вот эта наша случайная величина будет превышать некоторый момент времени. То есть мы, если переводить это на человеческий язык, рассматриваем вероятность выжить по истечению времени T. То есть если у нас время жизни превышает T, соответственно, до этого момента мы дожили. И совершенно интуитивные свойства функции выживания, соответственно, поскольку эта вероятность находится в пределах от нуля до единицы, и при этом она не возрастает. Соответственно, поскольку люди у нас не воскресают, то функция выживания будет убывающей. Здесь можно посмотреть на различные примеры функции выживания. Как вы видите, они удовлетворяют нашим свойствам. И, соответственно, анализ выживаемости, который по-другому называется также анализом time to event, то есть времени до наступления события. Этот анализ изучает влияние различных факторов риска на, собственно, как раз-таки продолжительность времени от некоторой условной стартовой точки до определенного события в будущем. Соответственно, как следует из названия, начало использования анализа выживаемости было положено в медицине. Однако он оказался достаточно удобным инструментом для того, чтобы использовать его и в других областях, то есть вы можете здесь видеть множество примеров на экране, где может быть использован анализ выживаемости. И здесь возникает вопрос, почему мы вообще хотим рассматривать некоторый отдельный раздел для предсказания вот этого времени до наступления событий, если у нас просто есть стандартная задача регрессии. То есть мы можем представить себе такую задачу, что вот у нас есть некоторое количество факторов, которые влияют на некоторую непрерывную величину, время до наступления события от некоторой заданной точки. Но на самом деле здесь, в этом анализе, мы встречаемся с некоторой сложности, с некоторым видом пропущенных значений, которые называются цензурированными данными. Как правило, мы будем рассматривать цензурированные справа данные. И, собственно, сейчас поясню, что это такое. Цензурированные данные – это те объекты, для которых мы не можем точно сказать, наступило ли терминальное событие после определенной временной точки. То есть как можно проиллюстрировать такие цензурированные данные. То есть вот у вас, например, есть три пациента, на которых мы тестируем лекарство от рака. Предположим, что первый пациент получил лекарство от рака и затем по истечению некоторого времени умер, поскольку лекарство ему не помогло. Соответственно, здесь мы знаем точное время смерти такого пациента и, соответственно, здесь никаких пропущенных значений нет. Однако может произойти еще два события. Например, что мы дали пациенту на начальном этапе лекарства и затем провели испытания его эффективности, до конца которого пациент успешно дожил. Соответственно, мы не знаем, что произойдет с пациентом дальше этого срока, поскольку мы это испытание уже завершили и дальше за этим пациентом не следим. То есть мы знаем, что пациент дожил до некоторой конкретной временной точки. Что с ним произошло по прошествии этой временной точки, мы уже не знаем. Соответственно, здесь как раз-таки имеет место цензурирование справа. И третий вариант события – это когда мы дали пациенту лекарство, затем некоторое время за ним наблюдали, но в процессе нашего испытания пациент умер от каких-то причин, не связанных с раком. Соответственно, мы не знаем, сколько пациент прожил бы и когда бы наступило событие, в частности, смерть от рака, если бы не произошедший с ним такой несчастный случай. Соответственно, здесь мы тоже имеем дело с неполнотой данных, когда мы не знаем четкое время, которое было бы отведено нашему пациенту до смерти от рака. То есть это можно проиллюстрировать вот таким вот образом. То есть здесь мы будем вот таким красным цветом обозначать продолжительность жизни и наступление терминального события. То есть здесь вот этот нулевой случай – это как раз первый случай, который я описывал, когда пациент начал получать лекарство и затем умер от рака, и лечение ему не помогло. Соответственно, второй случай, когда пациент получил лекарство и спокойно дожил до конца испытания. И третий случай, когда пациент начал получать лекарство, но при этом через какое-то время умер от каких-то других причин, либо просто покинул испытание по своей воле. И, соответственно, что мы можем делать с такими цензурированными данными? То есть мы можем, например, их выбросить и как раз-таки тогда мы сможем использовать обычную регрессию. Но будет ли это являться хорошим решением? Скорее всего, нет, потому что мы таким образом избавляемся от большого количества данных, которые мы потенциально могли бы использовать. Нам бы не хотелось этого делать, поэтому, соответственно, чтобы не выбрасывать кучу данных, был введен в обиход анализ выживаемости. Итак, давайте попробуем оценить функцию выживания при условии, что у нас есть неполные знания о наших пациентах, то есть цензурированные данные. И здесь нам на помощь приходит оценка Каплана-Мейера. Она позволяет оценивать функцию выживания, исходя из наблюдаемой продолжительности жизни объектов. То есть она, как правило, будет являться ступенчатой, поскольку вот такую форму функции выживания будут иметь для генеральной совокупности, здесь они гладкие. В нашем случае у нас ограниченное количество наблюдений, соответственно, функция выживания, которую мы оцениваем, будет ступенчатой. Здесь стоит отдельно подчеркнуть, что сама по себе оценка Каплана-Мейера не является регрессией. Она позволяет визуализировать данные в анализе выживания и позволяет сравнивать между собой несколько кривых выживания с помощью различных статистических тестов. Соответственно, как мы можем провести эту оценку? Соответственно, мы можем использовать для этого теорию вероятности, мы хотим оценить вот такую вот вероятность того, что Т большое, соответственно, наша случайная величина, будет больше времени Т малого. Здесь мы воспользуемся тем, что наше время дискретное, и, соответственно, вероятность наступления события Т большое больше Т малого будет равна вероятности наступления события Т большое больше либо равно Т малое плюс один. Также мы можем сказать, что событие Т большое больше либо равно Т малое плюс один наступает тогда же, когда и событие Т большое больше Т малое, Т большое больше Т малое минус один и так далее. Почему? Поскольку вот это событие, оно уже включает в себя все вот эти вот события, которые мы перечисляем далее. Соответственно, давайте здесь воспользуемся формулой для объединенных, наступления объединенных событий. И вот она здесь перед вами. Соответственно, P от AB равняется P от A при условии B умножить на P от B. Ну, собственно, давайте мы все это аккуратно запишем. Соответственно, наша функция выживания – это вероятность того, что t большое больше t малое. Как мы сказали, что это эквивалентно вот такой записи, то, что P от t большое больше либо равно t плюс 1. И, соответственно, это же событие будет наступать одновременно с всеми вот этими перечисленными событиями. Соответственно, мы можем дальше пытаться расписать эту вероятность вот таким вот образом. И теперь по формуле появления зависимых событий мы разложим эту вероятность на вот такие множители. Ну, соответственно, здесь стоит заметить то, что вот этот последний множитель, он всегда равен единице, потому что у нас на начальной точке, временной точке, все пациенты еще живы. Мы всегда начинаем с единицы и постепенно уменьшаемся. Соответственно, в этой точке эта вероятность будет равна единице, поэтому мы от этого множителя просто избавляемся. Вот. Далее рассмотрим отдельно вот такой вот множитель. Вероятность того, что t большое будет больше либо равно t плюс 1 при условии того, что t большое больше либо равно t. Соответственно, эта вероятность, она опять же будет эквивалентна в силу дискретного времени вот такой вероятности. То есть здесь мы сделали обратную замену вот этой вероятности на вот эту вероятность. И, соответственно, эту вероятность уже мы можем выразить следующим образом, как единица минус вероятность того, что терминальное событие наступило в момент времени t, при условии, что t большое больше либо равно t. И, соответственно, таким образом мы можем заменить каждый из наших множителей в нашей оценке и переписать ее вот таким образом. И, соответственно, такую вероятность мы можем оценить непосредственно из наших данных. Соответственно, она будет равна вот такой дроби. Соответственно, это количество пациентов, которые умерли в временную точку t. И в знаменателе у нас будет количество пациентов, которые дожили до этой самой временной точки t. Ну и, соответственно, наша оценка, она у нас превращается в вот такое вот произведение. Ну и давайте попробуем сделать такую оценку. Собственно, вот у нас есть такой набор данных искусственный. Опять же, у нас есть инсульт, который может либо наступить, либо не наступить. И, собственно, продолжительность, некая продолжительность жизни. Соответственно, здесь нули обозначают цензурирование, единицы будут означать наступление терминального события. Ну и давайте, собственно, визуализируем нашу вот эту таблицу с помощью оценки Каплана Мэйера. Здесь мы получаем вот такой вот график. Соответственно, здесь на третьем, четвертом и пятом дне у нас произошли цензурирования, которые обозначаются вот такой вот риской. И, собственно, здесь возникает резонный вопрос, как мы можем сравнить между собой выживаемость в двух разных группах. Соответственно, мы можем построить для двух различных групп два графика Каплана Мэйера и посмотреть на разницу между ними с помощью так называемого логранг-теста. По своей сути, логранг-тест является тестом хит-квадрат. И здесь мы его подробно рассматривать не будем. Отмечу только то, что этот тест, он входит в стандартный набор статистик из пакета Lifelines, собственно, из которого же можно экспортировать Каплан Мэйер-фитер, который позволит построить вот такую вот оценку выживаемости. И, соответственно, две таких оценки выживаемости можно сравнить с помощью логранг-теста. Ну и, соответственно, здесь мы видим, что P-Value меньше, чем 0.05, поэтому мы можем сказать, что между этими оценками, между этими кривыми выживаниями действительно есть разница. Теперь поговорим об еще одной важной функции, которая называется функция риска. И, собственно, она отвечает на вопрос, какова вероятность мгновенной смерти во временной точке T? Или же какому риску подвергается пациент, доживший до времени T? И, соответственно, она будет обозначаться как вероятность наступления терминального события во временной точке при условии, что T большое больше либо равно T малому. Здесь стоит сказать, что, зная функцию риска, точнее, зная функцию выживания, мы можем получить функцию риска просто вычисляя вот такую вот производную. Соответственно, как правило, зная что-то одно, либо функцию риска, либо функцию выживания, мы можем точно сказать про функцию риска или выживание, что она из себя будет представлять. Вот, соответственно, мы можем выражать функцию риска через функцию выживания, либо же наоборот, мы можем выражать функцию выживания через функцию риска. И функция риска, в отличие уже от функции выживания, она может иметь совершенно разный вид. Здесь вы видите, какие формы функция риска может принимать. И, соответственно, есть также кумулятивный риск, который интерпретируется как суммарный риск, накопленный по времени T, то есть чем дольше, грубо говоря, пациент живет, тем больше будет его кумулятивный риск. И, соответственно, в случае непрерывного времени он будет считаться вот так, в случае же дискретного времени он будет считаться вот таким способом. Вот, собственно, теперь давайте поговорим про нашу библиотеку Lifelines. Соответственно, она является некоторой надстройкой над Pandas'ом. Вот, и позволяет использовать такие инструменты, как оценка Каплана Мейера, оценка Нельсона Аллена, это оценка риска. И, соответственно, модель Кокса, Proportional Hazard Model. Также в ней есть некоторый набор открытых датасетов, такие как, например, датасет с ликимией, который мы сегодня будем использовать. Соответственно, здесь у нас есть колонка Duration, колонка Статус События, соответственно, ноль Цензурирования, единица Наступления События. И дальше есть, собственно, три переменные, от которых выживание может зависеть. Это, соответственно, пол, количество белых клеток крови и лечение. Соответственно, ноль – это, насколько я помню, плацебо, и единица – это лечение. Вот, соответственно, мы можем посмотреть на наш датасет. Датасет, мы видим, что лечение – это у нас бинарная переменная. Соответственно, она принимает значение либо 0, либо 1. Вот здесь у нас точно так же пол, тоже бинарная переменная. И логарифм количества белых клеток – это у нас непрерывное значение. Ну и, собственно, можем также посмотреть на такой график и попробовать визуализировать выживаемость всех пациентов с помощью оценки Каплана Мэйера. Вот, получаем вот такую картину. Ну и, собственно, что мы можем попытаться сделать с такими данными? Мы можем попытаться сравнить две группы, соответственно, по типу лечения. Соответственно, мы можем посмотреть, насколько лучше выживают пациенты, которые получают лечение, по сравнению с пациентами, которые получают плацебо. Ну и, соответственно, мы видим то, что разница между такими пациентами действительно значительная. Однако, помимо всего этого, помимо визуализации данных, нам хочется еще отвечать на вопрос, собственно, а каковы индивидуальные риски каждого пациента в зависимости от показателей, которые он демонстрирует в анализе. Соответственно, для этого нам нужна некоторая регрессионная модель. И такой регрессионной моделью будет являться COX Proportional Hazard Model. Соответственно, модель рисков COX, которая представляет из себя вот такую вот модель, где у нас есть некая базовая, базовый риск, который будет изменяться на вот такой вот коэффициент, который, собственно, представляет из себя линейную комбинацию наших признаков. Вот, значит, обучить, какую модель мы можем с помощью библиотеки Lifelines, опять же, мы можем импортировать COX Proportional Hazard Fitter, который подать наш датасет с указанием колонки продолжительности, времени наблюдения и, собственно, колонки со статусом. То есть произошло цензурирование или нет. И, собственно, здесь мы получаем некоторый summary, по которому мы можем увидеть то, как сработала модель. Соответственно, здесь есть несколько важных колонок. Собственно, первый – это экспонента в степени коэффициента. Это величина, которая называется Hazard Ratio. Дальше – P-Value для каждого признака отдельно. И, соответственно, здесь мы можем видеть некоторые метрики качества нашей полученной модели. В частности, конкордантность, которая в нашем случае равна 0.85. Вот, значит, соответственно, здесь у нас конкордантность немножко другая, чем та, которая была описана вначале, поскольку здесь мы имеем дело уже с цензурированными данными. И, соответственно, у нас будет меняться определение конкордантных пар. Значит, что такое конкордантные пары в случае цензурированных данных? Давайте рассмотрим вот четыре таких вот случая, четыре пары. Значит, все эти четыре пары объединяет то, что мы знаем достоверно, что один из пациентов прожил дольше другого. И, соответственно, какие это могут быть случаи, когда произошло два терминальных события, и один пациент прожил дольше другого. Соответственно, здесь мы точно знаем, что пациент верхний прожил дольше пациента нижнего. Другой вариант, когда здесь для первого пациента у нас произошло цензурирование, а для второго терминальное событие наступило раньше, чем произошло цензурирование для первого пациента. То есть мы точно знаем, что первый пациент дожил до времени, в которое умер второй пациент, и, соответственно, он прожил дольше второго. Аналогичная ситуация на третьем рисунке. Мы точно знаем, что пациент первый дожил до времени, когда умер второй пациент, но мы не знаем, прожил ли он, например, на следующий день, но мы точно знаем, что в этот же день он не умер. Соответственно, это также будет вариант, когда мы точно знаем, что первый пациент прожил дольше второго. И, соответственно, при равенстве времени до наступления терминального события мы тоже будем считать, что один из пациентов прожил дольше другого. Соответственно, это у нас новые конкордантные пары, которые будут использоваться в формуле. Вот. Соответственно, что мы можем делать с помощью нашей модели, которую мы только что обучили? Мы можем тестировать различные значения переменных. То есть, как мы помним, у нас есть непрерывная переменная log whiteblad sense. И, соответственно, мы можем смотреть на то, как происходит отклонение от нашего baseline. Соответственно, еще раз напомню, что в данном случае baseline – это риск H0, который будет в зависимости от изменений нашей переменной. То есть, мы фиксируем переменные пола и тритмента и изменяем переменную log whiteblad cells. Соответственно, в зависимости от изменения этой переменной мы видим, что у нас пропорционально будет изменяться риск по отношению к baseline. И, соответственно, то же самое мы можем сделать для категориальных переменных, то есть, например, для пола. Однако, чем вот здесь же кроется недостаток модели Cox, поскольку мы видим то, что у нас риск меняется пропорционально в зависимости от изменений переменной. Вот. Это так называемое допущение пропорциону hazard assumption. Здесь мы используем допущение того, что отношение рисков наступления события между двумя индивидами не меняется со временем. То есть, грубо говоря, то, что у нас для двух пациентов форма функции риска будет одинаковой и меняться будет только их положение в зависимости от коэффициентов. Точнее, не коэффициентов, а значений переменных. Соответственно, такого сценария мы не ожидаем наблюдать. Однако, такие сценарии, конечно же, возможны, поэтому необходимо делать проверку на допущение, на выполнение допущения. И, соответственно, если такое допущение нарушается, то принимать какие-то меры. Соответственно, мы можем запустить тест, который называется check assumptions. и, соответственно, посмотреть, удовлетворяют ли наши переменные нашему допущению. И, соответственно, что мы здесь ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть то, что у нас p-value будет больше, чем 0.05. Соответственно, если у нас p-value меньше, чем 0.05, это значит, что переменная не удовлетворяет нашему предположению. Соответственно, здесь мы видим, что переменная пола не удовлетворяет допущению, и нам нужно что-то предпринять, чтобы избавиться от влияния этой переменной. Соответственно, мы можем задать некоторые параметры страта, которые мы подадим название этой переменной. Что делает этот параметр? Значит, он строит две модели для, собственно, пола равного нулю и пола равного единице, и затем делает некоторое усредненное заключение о риске. Соответственно, подробнее об этом можно почитать в документации. Вот, соответственно, мы можем теперь использовать наше обновленное обучение модели Poxon с добавленным параметром страта. И, собственно, видим, однако, что concordance немножко ухудшился. Ну, соответственно, такое бывает. Вот, ну и, собственно, что еще мы можем делать с помощью модели Poxon? Это предсказывать ожидаемое время жизни для пациентов. Собственно, для этого мы используем метод predict expectation. Вот, соответственно, такой функционал у библиотеки Lifelines и анализа выживаемости. Ну и, соответственно, в следующих лекциях мы будем говорить уже о применении машинного обучения в анализе выживаемости. Спасибо. 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 Спасибо.